Я этой встречи хотел добиться того, чтобы было понятно, что для меня вопросы соблюдения прав как несовершеннолетних, так и молодежи, более возрастной категории, он важен. И в принципе хотелось бы услышать оценку того, что здесь получится. Та информация, которая у нас есть, ее представит Александра Александровна, те проверки, те принятые меры, так коротко обозначим, чтобы было понятно, что мы видим проблемы. Кузнецова Алена, одна из владельцев, анти-кафе «Улитка», представляя рабочую молодежь города Артем. У меня такой вопрос, все-таки мы очень проблем много перечислили, но какую бы проблему вы назвали самой острой в городе Артем, на которой подпадает под ваше ведение, что наиболее? Есть и отчетность, то, что понятно должно быть моменты, которые касаются тех или иных цифр, с которыми мы стремимся, которыми мы стараемся 100% устранить нарушения. Это, конечно, обеспечение детей-сирот жильем. Это тот момент, которым я с момента прихода сюда уделяю максимальное внимание. То есть с моим приходом мы решили уже даже обратиться и в социальные сети, чтобы найти. Действительно есть такая проблема. Дети-сироты, не имеющие закрепленного жилья, в итоге иногда их разбрасывают по стороне очень здорово. Они имеют право по выходу из образовательного учреждения, в котором они содержатся для детей, на получение жилого помещения. Найти их почему-то оказывается очень сложно. Если бы, наверное, вопрос уж и правовой грамотности, если бы это освещалось как-то по телевидению более широко, о том, что действительно ты сирота, ты из государства, тебе обеспечивают возможность предоставления жилья. Для меня действительно было удивительно, что кто-то у нас еще не готов получить жилье, что называется, бесплатно. Это действительно проблема. И мы ищем детей, выпускников, которые имеют это право, от них пытаемся получить заявление, от них получаемся в выступаемых интересах в суде. Мы добиваемся того, чтобы фактически в бюджет заложены были деньги, это уже касается краевой прокуратуры, чтобы в бюджет заложили деньги, чтобы выделить это жилье фактически. Тимур Викторович, я представляю интересную молодежную телепередачу «Поколение АНЕКС». Она у нас выходит в эфире два раза в месяц. И корреспонденты этой телепередачи, в основном школьники, они делают сюжеты и затрагивают такие проблемы, в том числе, которые были оставив в своей выступительной речи. Вот такой вопрос. Как вы смотрите такую затею, чтобы проводить подобные информационные программы, часы, к примеру, с вашим ведомством, либо с полицией, либо с комиссией по делам и социальной речи, либо с другими ведомствами, чтобы, так сказать, на примерах молодых людей, которые попали в всякие разные жизненные ситуации, не благополучно, чтобы именно на своих примерах, на подобных круглых словах объясняли, как это, грубо говоря, нехорошо. Вот затею возможно воплотить? Марсик Александрович, спасибо за вопрос. Ну вот за МВД, за ПДН ответить не могу. Приказать могу, в принципе. Ну что, дать указания, давайте и совместно отработаем. Когда я только приехал сюда, это было в мае 2014 года, в прошлом году, было желание от разных телекомпаний, наверное, от вас тоже, о том, что провести встречу с прокурором назначенным, я специально, нарочно, нарочно, говорю сейчас, отказывался от этого, потому что я считаю, что прежде чем как-то обратиться к гражданам, к коллективу, необходимо обладать предметом. То есть мне действительно был незнаком город, я приехал из Хабаровска, я про тот город могу много рассказать, про этот сейчас тоже могу много рассказать. Вот сейчас, наверное, да, стоит об этом говорить, поэтому я собираюсь, стараюсь проводить такие круглые встречи. Чтобы это делать, такие, как вы говорите, передачи, участвовать на регулярной основе, наверное, каждый раз нужно заранее, хотя бы за пару недель, наверное, согласовывать возможность. Если я не буду участвовать, я могу привлечь направить специалиста, для помощника, старшего помощника, заместителя покровного. Владимир Васильев, я являюсь участником программы «Молодая семья», и у меня такой вопрос по поводу жилья. Возможно, правомерно ли будет покупка жилья у своих родственников, ближних, дальних, или нет? Ну, значит, давайте так, вы про обналичивание сертификата сейчас говорите? Нет, не материнского, а я участник программы «Молодая семья». «Молодая семья» сертификат все равно выдается. «И вы хотите купить жилья?» Ну, на ваш вопрос, да, должен ответить тот, кто вам сертификат предоставлял, да, и кому положена выплата. Задрожный Никита ученик третьей школы. А за какого класса ученик? Девятый. Понятно, так. Могут ли условно осужденные в дальнейшем служить в армии по контракту или в других военных учреждениях? У нас есть федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Так вот, там есть статья 23, часть 3, где указано, что лица, которые имеют судимость, условно осужденные, имеют неснятую судимость, непогашенную, они не подлежат призыву на военную службу. Но вместе с тем, как только погашается судимость, и если еще лицо не достигло предельного возраста, то он призывает в ряды вооруженных сил. Собственно, это не препятствие. Но. Одно большое но возникает. Это уже вопрос в большей практике к военному комиссариату и войскам. В элитные войска, так называемые элитные войска, такие люди не попадают. Но это уже, как говорится, по-своему, по-своему. Не гласно, так сказать. Это чем вызвано? Это вопросы, там обязательно же социально-психологического беседы, и создается и карта, и призывника еще даже изучается. Если есть уже наклонность, скажем так, к какому-то совершению правонарушений, преступлений, тем более, то лопата будет в руках, скорее всего. И однозначно запрашиваются сведения о наличии судимости. Это однозначно, в личном деле призывника. Вы молодые предприниматели. Я сам тоже предприниматель, занимаюсь бухгалтерским сопровождением. У тех, кто собирается, открывая свое дело, и тех, кто недавно открылся, молодые люди, они вашего структуры так немножко побаиваются, не хватая немножко информации по правовому полю взаимодействия с подъемителем, с работниками, с администрацией, с контролирующими органами и так далее. То есть хотелось бы как-то больше получать информацию, которая защищает права предпринимателя, можно сказать. Допустим, сейчас правовое мероприятие, допустим, про регализацию заработной платы. Многие предприниматели считают, что это только исключительно санкции, штрафы, налоги большие. Исторожно, что это дополнительно, допустим, у них появляется защита, защита с правовой точки зрения взаимодействия с работниками, потому что стыжается их, допустим, хищение. Что в правовом поле, что им более выгодная работа, что это не только какие-то там санкции, но и какие-то преимущества они получают. Я понял вопрос, спасибо. Второй вопрос. Существует информация, как она официальная, то неофициальная, что есть какой-то период, который прокуратура, вы понимаете, не беспокоит. Если нет каких-то таких вот жалоб, каких-то яхт-яхт-яхт-яхт-предпосылок данной проверки, то есть насколько это правда, как реализуется, нет вообще. Мы с Вячеславом Васильевичем, мы стараемся проводить уже второй раз, по-моему, проводили собрание, совещание такого же плана уже с предпринимателями. Вот надо было пригласить тоже молодого человека. Все-таки задача у прокуратуры, если вы внимательно слушали, все-таки находить болевые эти точки по факту. И прокуратура, она ни в коей мере, она не придет просто к вам и не будет проверять. Наверное, она придет в большей степени к органам администрации, к органам местного самоправления, нежели к простым предпринимателям. Другой вопрос. Если вы работаете не в правовом поле в отношении налогообложения, в отношении каких-то других юридических вопросов, там да, у нас есть налоговая инспекция, у нас есть... СССР, посмотри подзор, пожарный обзор. Да, понятно, да. А прокуратура, она вступит с вами в диалог только в том случае, если у вас будет конкретное нарушение, и это нарушение будет, ну, выявлено, наверное, какими-то другими органами. Вот он уже переживает. Вот придет к мне к прокуратуре. Вот не прокуратура, вот придет не прокуратура. Понимаете, почему-то... Понятно, что объясняешь, что, ну, если у вас не будет предпосылок, да, если вы сами будете в правовом поле как бы работать... Вы знаете, это менталитет чиновника. Вот чиновник, он действительно, да. Прислужба думы о Кромско-городском округе. Дмитрий, вы в своей вступительной наличии сказали, что с помощью соцсетей вы отслеживаете материалы химистского характера. А есть ли какие-то примеры конкретные? Да, у нас даже уже приговоры есть даже по Артему. То есть у нас есть два приговора, который состоялся. Один даже с участием прокурора края непосредственно поддерживал обвинение. По второму наш сотрудник поддерживал обвинение. Это лица, разместившие один из них, первый приговор, да, он разместил, зарегистрировался на сайте, по-моему, ВКонтакте под ником, да, вот прозвищем там, чуть ли там, ну, что-то с нацистским таким уклоном и проповедовал, да, идеи нацизма, причем артемовский житель. Второе, это разместивший в ютубе ролик, в общем, связанный тоже с информацией раскаялись, это все отражено в приговоре суда, в особом порядке рассмотрели. Им даже стыдно было слушать, понимаете, то, что они разместили в сети, что такое, да, рассмотрение дела в особом порядке. Это когда не исследуется материал дела. Это рассмотрение, вот он согласен, я согласен с предъявленным обвинением. Все, не надо только произносить, что там происходило. Обвинение предъявлено, оно озвучено. Вот эти люди, они даже, ну, им стыдно было вот это вот озвучивать в прямой, понимаете, вот в живую. А в интернете это казалось можно. Вот это примеры конкретные. Фамилию называть не буду, потому что... Какое наказание было? Ну, наказание там разное, да. Для понимания, чтобы... Нет, эти люди, они характеризуются положительно. Никогда они не привлекались к клону ответственности. Там, естественно, это условные меры наказания. Из того, что просто размещено в сети, да, мы же многое работаем над вопросом, чтобы убрать это из сети. Это началось еще года 2008-го, когда прокуратура, в принципе, начала этим заниматься. Если размещен какой-то ролик, сейчас, видите, там, сейчас только этим начал заниматься Роскомнадзор. Ну, как последние, там, два года. А до этого мы предъявляли иски. Суды направляли, в общем, для исполнения приставом, да, пристав шел и контролировал, чтобы заблокировать этот IP-адрес, с того сайта, с которого, на котором расположен был тот или иной материал. Очень хочется вот это, вот это, вот это донести, да, до людей, что никто не засмеет, мы действительно этим занимаемся. Это, ну, мне, естественно, нужна вот эта ссылка, да, чтобы, там, копия желательно, там, скриншот этот сделать. Это уже вы, молодежь, вы знаете, как это делается лучше меня. Мы принимаем меры, только мы сами это выявляем. Еще нам помогают в этом органы внутренних дел, да, там, есть отделы специально, которые этим занимаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова